Всем привет! Это Саня из UwebDesign, записывая наконец-то долгожданное продолжение видео про SAS. Сегодня попробую углубиться чуть дальше в SAS скрипт, язык программирования, который интерпретируется SAS компилятором. И давайте сразу начнем. Значит, я сегодня создал, как обычно, тестовый проект. В нем два файла, scss и css. Будем писать все в правое окно, в левом будет меняться. Ну, начнем с оператора ветвления. Я рассмотрю операторы ветвления, циклы и утилитарные операторы для описания функций, дебажения и предупреждений конечных пользователей. Ну, на самом деле в SAS скрипте существует два вида реализовать условный оператор. Один из них это непосредственно функция. Давайте прямо начнем это все. описывать, которое возвращает только значение. И, ну, наверное, будет очень легко продемонстрировать переменная true. Условный модуль, у которого мы задаем значение background. И если переменная, значение переменной равно true, то background будет оранжевым, в противном случае будет красным. Сейчас я запущу вотчера. И компилируем orange, потому что значение переменной true. Если мы его здесь сменим на false или вовсе ее не будем объявлять. Нет, если вовсе не будем объявлять, не получится. Если false, то background у нас красный. Это первый способ, функция if. У нее очень стандартная конструкция. То есть непосредственно условия и два значения, которые принимает в случае true и в случае false. Здесь можно написать и полноценные какие-то операторы. Например, если ширина у нас больше 500 пикселей, то background orange, в противном случае red. Для этого зададим ширину 480 пикселей, красный. Условие не проходит. Если мы сделаем 580, то условие пройдет оранжевым. Это первый самый простой способ использовать условия в SAS скрипте. Второй это директива if. И она уже имеет намного более сложную конструкцию. Ну, просто потому что она предназначена для целых блоков информации. Если нам нужно не одно правило всего лишь изменить значение в зависимости от какого-то условия, а весь модуль бы выглядел по-другому из-за этого. Давайте попробуем написать. Синтаксис такой. Директива if через собаку. Пишем условия, например, with больше либо равна 480 пикселей. И менее 768 пикселей. Классическое условие. Если все так, то пишем медиазапрос min with 480 пикселей. И ширине присваиваем значение 50%. У нас сейчас ширина 580 пикселей, поэтому условие должно выполниться. Да. Медиазапрос сформирован. И как любой оператор условия в языках программирования, можно else условия прописать. Это делается с помощью директивы else. В противном случае просто ширина 100%. Меняем здесь значение на 380. Получаем ширину 100% с учетом Mobile First. Еще можно делать несколько условий. То есть, если я пропишу еще вот так. И здесь выровняю это все. with больше либо равна 780 пикселям. То здесь мы сделаем медиазапрос. 768 пикселей. И ширина у нас 33%. Сейчас поправим здесь на 780. И вуаля, ширина у нас 33%. То есть, мы буквально в несколько строк можем сделать довольно-таки широкий функционал. И если мы пишем какие-то таблицы CSS под конкретный девайс, то вызываем вот этот вот стайл SCSS с какой-то переменной. И у нас очень маленькое количество строк только для этого девайса. На самом деле, конечно, с медиазапросами это в меньшей степени имеет смысл. Потому что медиазапросы не парсятся, если они не удовлетворяют условия. Поэтому на телефонах, как бы то ни было, вот этот запрос вообще не будет спарсен. И да, но в каких-то других случаях, наверное, будет очень даже адекватным. Я, пользуясь, сразу хочу случаем рассказать про директивы debug, которая позволяет нам писать всякое просто для того, чтобы мы знали, если это миксинг какой-то, он вызывается откуда-то издалека, то нам, наверное, удобно было бы знать, какое значение ширины все-таки приходит именно сюда. Если мы напишем вот такую конструкцию, то можно будет это все... На самом деле, нужно без каверчика это писать. Мы это все увидим здесь, в консоли. То есть, вот эта конструкция называется interpolation. Я не уверен, что переводить интерполяцию на русский язык правильно. Ну, короче говоря, экранирование. Вот мы экранируем значение переменной. И, 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 оно здесь у нас в консоли... Нет, 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 не будет. Значит, кавычки все-таки обязательно. Да, debug width равно 780 пикселей. То есть, мы в зависимости от того, какое значение у нас приходит, если мы это назовем mixin-module и будем его вызывать от какой-то конкретной ширины. Это мы сейчас... Ну, хотя ладно, это не важно. Include module от 580 пикселей. То к нам приходит 580 пикселей. То есть, мы очень можем легко дебажить. Если у нас это какая-то цепочка операторов, и вот эта ширина тоже берется из какого-то значения, то мы можем проследить всю цепочку. Здесь даже номер строки указан, на который это все вводится. 13-я строка. На 13-й строке у нас вводится значение дебага. Так, это я сейчас сотру. Кстати, я даже пока не сотру. Еще одно маленькое замечание по поводу вот этой директивы дебага. Существует, на самом деле, две подобные директивы. Дебаг и warn. Warn предупреждение. Ее удобнее всего тоже использовать в миксинах. То есть, если я сейчас сделаю warn и напишу... Да, то же самое и напишу. То мы видим, что на 13-й строке у нас описан этот mixin-module, в котором мы вызываем его, и там вот это width 580 пикселей. Самое главное, что нам здесь пишется, откуда мы его вызываем. То есть, если у нас, опять же, это все цепочка, цепочку можно по нескольким шагам проследить. На 30-й строке у нас это вызвано, а непосредственно описание идет на 13-й. Далее переходим к циклам. Начинаем с самого стандартного цикла for. Наверное, самого функционального, который используется чаще всего, хотя, конечно, от ситуации зависит. For loop. Давайте будем сразу работать. У нас какой-нибудь список цветов условный. Seagrin, допустим. И мы какому-нибудь модуле хотим... Хотим, хотим, хотим. Давайте даже не список цветов. Список цветов в следующем примере попробуем. Там получше будет. Просто список значений из каких-то длин. В общем, пиксельные значения, список. И мы в этом модуле хотим в цикле перебрать несколько инстанций этого модуля, присвоить им разные значения. Значит, синтаксис такой. Директива for через собаку, переменная и счетчик, которую не нужно описывать заранее, она здесь и описывается. from начальное значение to конечное значение. Можно написать tu4, например, и непосредственно модуль через nth child псевдокласс переберем их все. То есть мы уже знаем, что нужно использовать интерполяцию, чтобы переменные применять в названиях или в правилах, в свойствах, точнее, в CSS-свойствах. Мы присвоим пэддинг. И для работы со списками я в описании к видео напишу. Есть несколько функций. Ну, одна из них это nth. Мы передаем название самого списка и номер элемента, который хотим извлечь, и возвращается значение необходимое. Сейчас компилируем. Все. nth child 1, 2, 3, 10, 20, 30. Вы, наверное, заметили, что всего лишь три значения выведены, хотя мы написали tu4. Существует два синтаксиса цикла for, второй из них through. И если мы используем through, то включая четвертое. Очень удобно, когда нам нужно кроме последнего элемента как-то это сделать. в программировании такое в принципе часто случается. Ну и еще одну функцию, наверное, очень даже удобно здесь использовать. length просто возвращает числовую длину списка. В принципе, то же самое. Можно так использовать для того, чтобы как-то это все динамически изменялось. Добавили одно значение, оно сразу же попало в вывод. Так, следующее это конструкция цикл each. Намного более интересный, чем for, потому что for такой эпично программистский, скучный, each намного занятнее. Попробуем все же таки с цветами. Orange, Red, Hot, Pink, Sea Green, Module. Синтаксис такой же, директива each. какую-то переменную для внутреннего использования. Допустим, Color in Colors. То есть каждый цвет из списка Colors одномерного массива. Мы делаем маленькую библиотечку. Давайте для интересности это назовем Button. У нее сделаем какую-нибудь min with 120 пикселей. и здесь каждая кнопка будет... Фу, кнопка. А, ну да, кнопка. Сделаем для нее класс. Кнопка каждого цвета. Используем экранирование. Background. Color конкретный. И вуаля! У нас цикл сразу же вывел маленькую такую библиотечку кнопок. Стандартная стилизация для всех кнопок. и Background в зависимости от того, какое значение попало в списке. То есть мы можем очень быстро вот так набрать библиотеку кнопок и впоследствии Social Twitter условно extendить из Btn и Btn Seagreen. Сразу же дополняется здесь снизу. Да, Social Twitter. Если мы будем использовать здесь Placeholder, то есть тихие классы, которые не выводятся непосредственно, у нас очень быстро все кнопочки займут мало места в CSS. Ну и сейчас я верну обычные классы для наглядности, чтобы мы видели весь вывод, который SAS Script выводит нам в файл. Можно еще работать не только с одномерными, но и двумерными массивами. Например, если мы переопределим переменную Colors, скажем, что это двумерный массив, допустим Red F1 0 Yellow F1 и например Blue давайте 1 2 F то нам нужно уже две пары значений для этого использовать и кроме Color у нас есть еще Name, который будет соответственно означать за ключ и Color за значение. Он SAS Script автоматически это понимает, просто нам здесь нужно Name использовать немного другой и Failed to Extend Beta N C Green У нас нет Пусть Blue будет в этот момент. Все. Точно так же сформирован набор классов, но нам намного удобнее его уже администрировать, чем вот такой длинный список значений, если бы это все были не CSS шорткаты, а непосредственно вот такие 16-ричные значения, мы бы очень быстро запутались, поэтому работать с такими двумерными массивами или хешами намного удобнее. Кстати говоря, я в описании тоже привожу большое количество функций для работы с подобными. Я в самом последнем примере сегодня тоже это буду использовать, но просто для того, чтобы оставить референс какой-то. И кстати говоря, с помощью вот этого экранирования можно еще использовать те значения, которые здесь у нас в ключах, ну например в названиях, то есть assets image name bg jpg допустим у нас есть такие файлы и как fallback у нас остаются 16-ричные значения, а для умных браузеров не для EE у нас есть background image url и здесь все названия такие же как и тут если мы готовим какой-то большой фреймворк то мы администрируем это буквально вот здесь в одном файле в конфиге в каком-то изменим и новые бэкграунды добавим да и все рассмотрю еще один цикл while его многие любят по какой-то причине цикл с предусловием гарантированно не выполнится ни разу если условие не удовлетворяется на мой взгляд в SAS намного менее имеет смысл его использовать потому что ну хотя это все конечно зависит от алгоритма я недавно видел пост Хьюго Гераудели из Парижа который писал о том что он реализовал алгоритм пузырька в SAS скрипте он не знает сам зачем он это сделал но тем не менее как факт он это сделал это прикольно и для этого он использовал и цикл while в том числе сделаем какое-то стандартное значение для переменной i синтаксис самый простой while условия i больше либо равно нуля и погнали модул например nth child значение i так тут нужно нефиси каунт даун я тут пощучу немного i как вы уже догадались это будет обратный отсчет здесь нам нужно немножечко уменьшить i а то будет зацикливание и ruby повесит мне компьютер не повесит конечно придется выгружать это все для последнего элемента сделаем каунтдаун бум ну и все 3 2 1 бум наверное кто-то найдет более интересное этому применение напишите в комментариях где бы вы использовали цикл while в реальных каких-то проектах и двигаемся дальше последняя директива на которой я бы хотел остановиться директива function и и и и в ней в ней рассмотрим супер маленький маленький пример написания собственного гридов точнее вычисления ширины для конкретного гряда то есть на самом деле директива function во многом напоминает директиву миксин то есть она вызывается в определенных моментах принимает параметры но и принципиально отличное в том что она возвращает значение а директива миксин она так мне пришлось вырезать небольшой момент и я говорю о том что директива function возвращает конкретное значение директива миксин выводит кучу всего и если нам всего лишь нужно использовать какое-то значение в нашем фреймворке то function использует намного целесообразнее задаем значение ширины колонки например 4ем ширины пробела между ними пусть оно зависит от ширины колонки будет 1 4 синтаксис такой директива function через собаку название как бы параметры через запятую если их несколько непосредственно тела функции можно сразу писать директиву return если нам не нужно это кэшировать внутри функции то сразу выводим вычисляемый результат то есть количество колонок умножаем на ее ширину потом прибавляем количество пробелов между колонками примерно на единицу меньше чем число колонок потому что в самой последней колонке нету пробела справа умножаем на gutter width значок переменной и и и и и если мы сейчас откомпилируем то мы убедимся что вывода никакого нет мы можем вызвать эту функцию в нескольких местах например у нас есть элемент primary какой-то и его значение ширины должно равняться grid width 7 то есть 7 колонок у нас занимает primary и наш sidebar с id secondary занимает grid width оставшиеся например 5 колонок если у нас это так что-то не то n минус 1 почему почему не хочешь n минус 1 undefined variable нужно просто поставить и все да вычисляем значения контентной области и колонки ну наверное таким как это сказать хорошим тоном в программировании является кэширование всякого ну то есть допустим если мы много раз вызываем ширину например 7 в каких-то моментах то можно это все кэшировать в отдельном ассоциативном массиве width если мы сейчас пустым здесь объявим и присвоим здесь например так кэшированное значение которое будет равняться mapget параметр n и собственно наверное так так как бы нам это все описать если у нас есть в массиве width значение с ключом n то оно сейчас будет в этой переменной если оно в нем то if cached value если оно существует то мы его просто сразу вернем return cached value не будет никаких вычислений да и в противном случае нам придется записать все что мы считали в переменную result то есть вот это переменную result закэшировать ее то есть width mapmerge width мы совмещаем все что уже есть в нашем ассоциативном массиве width и добавляем туда то самое значение то есть то есть то есть n двоеточие result все global то есть изменяем значение вот этой глобальной переменной и теперь просто возвращаем result undefined undefined width где она используется здесь width cached value undefined variable map get if cached все здесь ничего не изменилось но мы можем отправить на debug cached value was used и здесь computed value was used первый раз мы это когда вызываем естественно оба значения вычисляются если мы какой-нибудь subprimary используем сделаем mcgrid width 7 то во второй раз я думаю используется закешированное значение для каких-то более сложных вычислений это намного более актуально и на самом деле конечно нужно делать все именно так особенно если идут какие-то запросы на сервер не мне вас учить программирование у меня на сегодня все спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал подписывайтесь на паблик на наш twitter все будет в описании к видео и до следующей недели я буду рассматривать что-нибудь еще более глубокое скорее всего остановлюсь на компасе пока пока